Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подожди, подожди У нас же без ограничений, без рамок, без всего То есть до оральных ласк и выше Ты помнишь То есть абсолютно все, что угодно Ну, я серьезно Да, детка, да Общался ли ты когда-нибудь с человеком из-за выгоды Хотя вот, когда он тебе неприятен Вот как со мной? Да Ну, я думаю, что каждый Или, не знаю, или может просто я такая сука Нет, когда реально он тебя жестко вот так вот бесит Но ты с ним общаешься, потому что тебе что-то от него надо Ну, в принципе, да, бывает Часто такое бывало Конечно, очень тяжело это выдержать Но если оно того стоит, можно и потерпеть Ну, то есть, типа, самого человека, а не что-то там с ним потерпеть Я нет, я актив Итак, Вероника Правда или действие? Правда Чего, опять правда Так, хорошо Расскажи мне, пожалуйста Какие у тебя были такие извращенные сексуальные фантазии? Ну, и с кем они были? Не, я читала книгу «Пятьдесят оттенков серого» И потом мне снились сцены оттуда Нет, ты мне напрямую скажи, о чем ты мечтала Вот, о каких-то извращениях Ну, просто, ты читал книгу «Пятьдесят оттенков серого»? Нет, я не читаю книги, я тупой Ну, короче, там «Пятьдесят оттенков серого» А там идет про бабу мужика И, типа, он любил БДСМ и ее к этому приучал И я почитала, и после этого мне просто снились такое Так, и что тебе снилось? Как тебя связали, привязали и потом... Ну, дип-то вот это Так, а что ты морозишься? Я ж там самая... Да я плохо помню, что мне снилось Я просто помню, что это из «Пятьдесят оттенков серого» было То есть, все, кто читали «Пятьдесят оттенков серого» Вот, все, что там происходило, вот... Там же хоть столько всего Вероника все испытала на себе в своих снах Мам! Мам! Тебе вкусно? Ой, обе-обе Ну, ладно, можешь свои пожевать Фу, они в слюни У тебя сейчас правда или действие? Действие давай Я хотела волосы в темный цвет покрасить Но ничего, мне кажется, я позже покрашу Ты рыжая? Да, я знаю Но поэтому я хотела в свой цвет ближе перекрасить но это ничего. Мне кажется, эта краска теперь тебе пригодится. Без ограничений, без рамок, без всего. То есть мне не нравится. У меня свой цвет хороший. Белый. Седой. А у меня, кстати, седой цвет. Это после неудачных экспериментов. Вот мы тебе сейчас и покрасим тогда. Будешь ждать, как жрать чужие волосы. У тебя херово есть. Не делай гречку мне. Принесла? Дерьмовый себя, видеоблогер. Тебе нужно отобрать все твои подписчики. Все, это тут будет... Нет, тут будет порез. Порез сейчас у тебя будет между ног. После моего члена. Это мое видео. Ну не знаю, как оно смоется. Ну, как бы уже видно изменения. Я так любил быть блондином. Краска все равно была мне была. Что? Угадайте, где был мой палец. Сядь! Что сядь? Сядь! Я не могу теперь садиться. Мне больно садиться. Мой палец просто побывал где-то во мне. Покрасила меня. Теперь уже я не блондин. Мы продолжаем дальше. Итак, правда или действие? Действие. Действие. Ну, наконец-то действие. Действие. Я боюсь. Ну, давай быстрее, я уже боюсь. Это скорее будет действие для меня самого, но на тебе. Вот. Сейчас я возьму скотч. Нет, на лице мне ничего не понравилось. Нет, это действие. Если ты сказала действие, значит все. Я тебе сейчас... Я сказала ничего не делась. Это все действие. Нет. Только пройги и глаза не трогать. И волосы, пожалуйста. Если ты мне повыдираешь волосы, я тебе волосы повыдираю. Нет, ну ты что? Что ты собрался делать сначала, скажи? Делать тебя красивой. Нет. Это... Ну я сказала, с внешностью ничего не делать. Я же тебе не делаю пластическую операцию. Ты мне сейчас Майкл Джексон и сделаешь, я не хочу. Давай. Нет. Давай что-нибудь другое, пожалуйста, пожалуйста. Поверь, это самое безобидное. Нет, на волосы лепить нельзя. Оно нормально, а я знаю. Глаза только не трогай. Глаза в рове, вот эту часть не трогай. Хорошо, хорошо. Ай, громко. Нет, на врове мне не пить ничего. Да не буду, я убери руки. Сейчас поплыть. Ну так и кричи. Нет, нельзя так. Нет, нельзя так. Нет, нельзя так. Я не кричу. Что ты мне сделал? Я сейчас плакать буду. Нет, убери. Нет, я сказала на брови не лепить. Все, пускай висит. Ну нафига ты мне это сделал? Так ты мне хуже сделала. Правда или действие? Правда. Сейчас, я умеру, я вам. Будь в кадре сюда. Я не могу, но... Как тебе хранила. О чем ты жалел, что ты сделал что-то на ютюбе? Снял, ну, какой-то, может, снял момент, и о чем ты там жалел? У меня было много таких моментов, когда я снимал какое-то видео о том, как я как, или о том, как я себе сую бананы во все отверстия, или где я голый. Ну, всякого такого типа, нестандартного, так сказать. Из-за этого мне много удаляли каналов на ютюбе, и я терял много просмотров, много подписчиков. У меня раньше мой канал за пару недель набирал полторы тысячи подписчиков, и его сразу хоп и удаляют, потому что сразу я гружу какие-то жопы или писюны, и сразу все удаляют. И вот тогда мне было очень тяжело, потому что я старался, что-то создавал, выгрузил видео, монтировал, все снимал, и это все удалялось. Поэтому для меня тот момент был очень болезненным. Бьет по глазам адреналин. Итак, Вероника. Правда, глинист. Правда. Назови свою самую чувствительную точку на теле. Мозг. Так подойдет? Когда говорят какую-то фигню, мне очень голову это бьет, у меня мозг очень чувствительный. Выкрутилось. Нет, ты меня просто смущаешь, что ты делаешь? Я пытаюсь твой мозг наполнить какой-то энергией, чтобы он хоть как-то начал двигаться. Его нужно расшевелить. Мозготряска. Дальше. Правда или действие? Мне не очень хочется рисковать, но как бы не хочется напрягаться, но все же пускай будет действие. Короче, можешь позвонить кому-то из своих... У тебя есть в городе какие-нибудь друзья? Не особо. Из своих близких? В городе у меня вообще никого нет. У меня только есть люди, которые с вилами меня хотят заколоть, повесить, распять, сжечь. Все. Только такие есть. Ну ты можешь маме позвонить, но это будет слишком. И что я ей скажу? Ну типа, что твоя девушка забеременела и кажется, тебе надо жениться. Как я это скажу? А ты посмотри на меня. Как я скажу своей маме, что моя девушка беременна? Наоборот, будет сильно экшен. Позабеременела и кажется, придется жениться. Кому-то не хочет. Короче, я этого не хотел, но я позвоню маме. Пришлось, ну пришлось, да, забеременеть. С первого апреля. Ну потом только скажешь. Алло? Да, привет. Привет, Светлана. Что делаешь? На работе. Я понял. Нет, нет, нет. На работе, может, потом все стеряется. Мам, слышишь? Да, да, скажи. Да я не знаю, как тебе сказать. Что, сейчас на работе? Да. Я, кстати, не знаю, как сказать. Ну, короче, Юля забеременела и, наверное, мне надо жениться. Тебе жениться? Да. Тебе жениться? А ты хрустить зарабляешь, чтобы все выкормить. Ну, а что делать? Ты хрустить зарабляешь, чтобы семью кормить? Ну, я не знаю, что... Ну, что-то придумаю, блин, но я не знаю, что делать. Жениться то можно, а это самое. И то надо хрустить на свой. А что делать, если она беременна? Кто она? Юля. Ну, будем, глядя, что делать. Так что делать, скажи? Не знаю, что делать. А? Ну, так она говорит, что... Типа, там, жениться надо. Ну, значит, надо работу тебе шукать и работать, и вообще зараблять. Тебе жениться, а я тоже не знаю. Я понял. Ну, а ты как хочешь? Я не знаю, я вообще не понимаю, что происходит. Я не могу, я не могу ни к чему вообще прийти. Мысли никакие в голову не лезут. Спасибо. Очень, очень полезный совет. Все, 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 хватит. Там хватит тарахтеть. Все. Да, подожди, это розыгрыш был. Я тут видео снимаю. У меня было задание позвонить маме и сказать, что... Что жениться хочет. Ну, и что ты сделал, вывалить? Что, что ты хочешь, чтобы дядя Витя тебе то купил, еще что-то купил? Вот это и вымож? Ну, да. Я тебе объясняю на примере, что должен делать муж, понимаешь? Я понял. Розыгрышу, ты и за своим задницей, если ты купил тебе жениться. Иди на работу устраивайся. А если дитина будет, то будет улететь. Ну, без проблем, будем. Ну, все тогда, давай, пока. Я потом уже позвоню тебе. То ты честно, или нет? А ты же не обрадовалась, что я буду сестьюкаться с внуками? Обрадовалась уже? Ну, конечно, ну, а что ты думаешь? А что, уже пора? Не, ну, если так подивиться, Юля, сколько лет? Ну, через неделю будет 20. Ну, то, в принципе, это нормально все. Не на 14-е, не на 13-е здесь, правильно? И даже на 15-е. Нормальный возраст, я читаю. Конечно, если родители там на ней несут шестюкать, и на свои монеты, я их до тебя заберу. Это так я не буду. Мам, все, хватит. Просто тут все... Все это время камера записывает сейчас наш разговор. И все время... Все. Я тебе перезвоню, потом поговорим. Никто... Это все шутка. Все. Все, давай. Нет, почему мама правильно начала говорить? Ну, ты у тебя адекватная, хорошая мама. Ты понимаешь вообще, о чем он... Сунжик, ты понимаешь этот? Моментный просто. Фууу. Моя мама уже готова, чтобы у меня появились наконец-то дети. Она уже обрадовалась. Ты взял ее и расстроил. Будем над этим работать. Так, правда или действие? После скотча мне вообще ничего не хочется. У меня до сих пор... Так нельзя, при чем тут все? Ну ладно, давай действие. Мне аж начало трясти, когда ты все начало разрывать. Вот говорите. Действие. Уверена, что действие? Нет. Итак, твое действие. Ты должна сделать селфи с моим автографом, который я тебе поставлю на твоем лбу. И ты должна эту фотографию скинуть себе вконтакте на стену и подписать. О боже, мне сам Мартынинка дал автограф. И чтобы эта запись у тебя продержалась, пока не выйдет видео. А когда оно выйдет? А через... В следующем году. Нифига! Я специально буду ждать. Нифига! Не весы. Я на меня не буду фоткаться. Я сразу говорю. Нет, только не маркер. Идеально? О боже, мне дал автограф сам Мартынинка. Короче, вот фотка с этим автографом. Я его уже смыла. И сейчас я его запущу, короче. Пиши. О боже, запятая. Мне дал автограф сам Мартынинка. И можно еще смайликов добавить, там такие есть вконтакте. Короче, вот моя страничка. И вот я запостила. Давай, поздай. Быстрее, потому что еще второе видео снять. Не могу, вот просто моя скромность не позволяет мне сказать, что вот... Нет, не спасибо тебе. Я, конечно же, скажу спасибо тебе. Ты достойно выдержала эти шесть часов. И тебя вредно. Да, поэтому подписывайтесь на канал мой. Да, ну и также, если хотите, конечно, можете на канал Вероники подписаться. Но я бы не советовал. Не стоит тратить свое время. С вами был Андрей Мартынка. И Вероничка. Ожидайте нас снова в мировой сети. Всем пока. Все. Кропатка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.